12 августа в Рязанской области подвели итоги проведения единого государственного экзамена. О его особенности в 2020 году рязанцам рассказала глава регионального министерства образования и молодежной политики Ольга Щетинкина. Всего на территории Рязанской области сдавались 14 предметов из 15 возможных. В этом году не сдавался испанский язык. Количество участников сравнимо и составило 4918 человек. Кроме участников ЕГЭ выпускников прошлых лет, учащихся в учреждениях среднего профессионального образования, также были участники выпускники текущего года из других регионов, которые находились на территории Рязанской области в период пандемии. В Федеральной службе по надзору в сфере образования было принято решение о допуске таких участников к экзамену на территории проживания. Их у нас было 19 человек. Также нужно отметить, что во время проведения единого государственного экзамена, и я вам уже об этом говорила, мы решали две задачи. Первая задача – это обеспечение безопасности участников и сотрудников. За время проведения единого государственного экзамена у нас не было ни одного участника или сотрудника с повышенной температурой, так как термометрия проводилась на каждом экзамене. Кроме того, количество участников, не завершивших экзамен по уважительной причине в 2020 году, приблизительно такой же, как в 2019 году. То есть здесь каких-то отклонений тоже не было. Но и после проведения экзаменов не было зафиксировано ни одного случая выявления у участников ЕГЭ или сотрудников коронавируса. Да, мы проводили тестирование, которое нам позволило не допустить к работе в пунктах проведения экзамена тех сотрудников, у которых был обнаружен положительный тест при проверке на коронавирус, что также позволило создать безопасные условия. Все необходимые требования, установленные Роспотребнадзором на пунктах проведения экзамена, выполнялись очень строго. За этим следили не только члены Государственной экзаменационной комиссии, но и общественные наблюдатели. На каждом пункте, на каждом экзамене у нас присутствовали общественные наблюдатели. Кроме того, в дополнительный период к нам приезжали федеральные инспекторы, которые проверяли выполнение всех требований к ЕГЭ. Если говорить о результатах, то в этом году 31 участник получил высший балл, то есть 100 баллов при проведении ЕГЭ. Как всегда, лидирует среди предметов у нас русский язык, где 23 стобальных результата. Также есть стобальные результаты по географии, информатике, обществознанию, профильной математике. Нужно отметить, что есть колебания, то есть какие-то предметы по сравнению с прошлым годом сданы лучше, какие-то чуть хуже. Но в целом, если говорить, все участники ЕГЭ подтвердили те знания, которые они получили в общеобразовательных учреждениях. Также нужно отметить, что из нововведений обусловленных предупреждением распространения коронавирусной инфекции было проведение заседания конфликтной комиссии по результатам ЕГЭ в дистанционном режиме. Это проводилось впервые. Данная практика показала свою положительную и эффективную, свою эффективность, так скажем, и мы думали, что она будет применяться и в дальнейшем. В дополнительный период ЕГЭ сдавали 10 участников по 9 предметам. В настоящее время мы ждем до 15 августа результаты тех, кто сдавал в дополнительный период. Таким образом, в целом, на территории Рязанской области ЕГЭ прошел в штатном режиме. И вот в этих условиях, конечно, я хочу воспользоваться ситуацией и поблагодарить своих коллег, потому что ситуация действительно была очень сложной, и она требовала максимального внимания. Вот все, кто был задействован в данной работе, выполнили ее с честью. Поэтому, уважаемые коллеги, спасибо вам большое за ваше вот такое ответственное отношение к проведению единого государственного экзамена. Учителя всегда остаются учителями. И они понимали, что мы должны создать условия для своих детей, несмотря на то, что в этом году они уже сдавали ЕГЭ с аттестатами. Спасибо.